Так, пишем задачу. Введение в матемический анализ. Найти уравнение прямой с угловым коэффициентом К равна 3 и проходящее с точку А1-2. И потом пишите эти вопросы. Пиши пока задачу. Нам нужно сейчас решить ее и дальше пойти на... А можно просто изображение вставить? Не хочу это писать. Пиши, пиши. Изображение вставишь? Ну, начнем решиво. Так, давайте помогу. Сейчас. Так, напишешь. Да. Пока там писать-то, что это же? Ты же бывший программист. Это написано. Ты же бывший программист. Ты должна быстро печатать. Мы зачем с тобой учились программирование? Мне лень писать. Ты не можешь писать? Лень. Ты как все программисты. Ну, поехали. Решение пишем, решение. Так и пишем, решение. Давай, 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 пишем. Почему я одной рукой пишу быстрее, чем ты двумя? Я не знаю. Почему? Давай мы с тобой сосредоточимся сейчас и сконцентрируемся. Приговаривай. Или краном кейс-розб. Полностью. Уравнение прямой с угловым коэффициентом задается по следующей формуле. Уравнение прямой с угловым коэффициентом задается по следующей формуле или краном кейс-розбе. Ну, дальше пояснение. Книзу пишем пояснение. Я не знаю, что это формула. Мне вообще, ну, то есть, я не знаю. Пишем пояснение полностью пока что. В дальнейшем ты уже в экзамене не будешь пояснение писать. А пока при мне пиши пояснение. Ну, пояснение. Где К? Где Итс? Где К? Дальше. Где К? Дефис. Пишем. Потом уже, когда руку набьешь, писать тебе описание не будешь. А пока... К внутрен. Где К? Угловой коэффициент. Понятно. Папа, мучаешь математическими вопросами? Да. На что, пояснению, он тебе отвечал? На какой вопрос? Не помню. Не помнишь? Ты вообще спрашиваешь, у него хоть что-то? Ну, да. А если я проверю? Ну, иногда это разный промежуток времени. Всех он разного воспринимается. Скажи, что такое времени, да? Угловой коэффициент прямой. Расскажи историю, это в случае математики. Пишем. Угловой коэффициент. Угловой коэффициент. Просто уравнение коэффициент. Ну, угловой коэффициент не надо пояснять, так понятно. Мы же все в математике собрались. Зачем это пояснять полностью? У нас есть уровень прямой. Значит, К это угловой коэффициент. Понятно, что прямой. Никто не поясняет. Это называется излишество. Или перегрузка информации. У нас есть в программе перегрузка методов, а у тебя будет понятие перегрузки информации. Да. Угловой коэффициент. Слушай, скорее бы мне уже от этих программистов избавиться, да? Да, туда их все. Да, скорее бы уже. Просто так на математику всех. Смотри. Б, запятая, Б. Почему Б? Потому что сначала написала... А не знаете ли, не порядок такой? Сначала ты написала К, потом должна обязана написать Б. Ну, естественно, ты писал сначала К, потом ты обязываешь Б в формуле, правильно? Ты должна описывать как-то Б. То есть ты не можешь... Как? А как по-другому? Как по-другому? Б, точка пересечения прямой с осью О и Грек. Ну, вообще-то такое число получается. А все, где какие-то числа? Вот в этой формуле, какие-то числа? Все, где-то числа, да. Там пока ни другого не предусмотрено, потому что ты в школе. Осей? А, И, С... Точка пересечения прямой с осью О и Грек. Что, в спортзал-то ходишь? Да. Ну, вот я тоже сегодня пойду. Спортзал. Баскетбол считается спортзалом. Ну, вообще-то, да, если бы спетбол в команде, да. Да. Хорошо. Ты, кстати, кагал-то делаешь? Или тебе пока эта наука пока еще до одного места? Что ты кагал, вообще? Ну, вот и наука, наука. Анализ данных там вот это вот. Как ты там себя чувствуешь? Будешь на кагал выкладывать ноутбуки? У тебя же есть, мы с той программой тут обучались до этого. Будешь выкладывать эти ноутбуки на кагал? Чтобы ты получила статус эксперт. Ты же не зря со мной кагал делал тогда, помнишь? Да. Папа порадовался. Поскольку мы тогда с этим номером научились. Да, ну вот, блин. Давай мы кагал немножко прокачаем, хотя бы довольно эксперт, а хотя бы довольно эксперт, чтобы папа порадовался. Давай. Давай. Это несложно вообще. Это вообще несложно. Тогда в конце урока, минут 10 до конца урока мы с тобой будем кагал прокачивать. Научу, хотя бы тебе объясню. Ну, объясню, что это такое, как и прокачивать. Хотя бы у тебя будет уровень эксперт. Может где-то в бузе и пригодится. Когда поступать будешь, скажешь, у меня на кагале эксперт. И это реально будет круто. Далее. А лучше мастера на кагале взять. Смотри. А мы его тоже сможем взять. Смотри. Б точек сечения прямой, суть всего у. Ну, дальше. Все описано. Получаются переменные. Поставляем значения К и точки А. Далее, второе действие. Перед действием мы с тобой описываем «уравнение прямой с уголом коэффициентом». То есть мы описываем. Это не написало «уравнение прямой с уголом коэффициентом». Ты должна прям полностью описывать. Мне сначала вообще все. Вообще все должна описывать, чтобы я понимал, про что вообще идет речь. Вот здесь вот 1. Вот так вот. Так раз первое действие. Второе действие пошло. Второе действие. Поставляем значение К и точки А. все по действиям расписываешь вообще прям все по действиям за это тебе 5 поставить не скажет вот это знание у кого она вообще училась явно него преподать по математике в школе неплохая такая она меня даже любила и у нас была взаимная вот то есть поэтому она говорила что вот там вот студент есть точнее вот там есть ученик этом ну короче я так бывало просто сидел молча просто выходила всех натягивал да за нее работу да за нее работала скину это хорошо что я так делал я везде так в школе в колледже постоянно выходил доски везде короче давай давай пишем 2 пишем 2 подставляем значение к и точки а пишем 2 поставляем значение к и точки а активнее мы с вами можем разбирать на задачу полчаса иначе мы с вами не сможем вообще экзамену приготовить спешим быстрее просто должна активнее бы двумя руками ты двумя руками пишешь на а я там не вижу я должен поверить на слово ладно на самом деле тут еще под вопросу смотри что соответственно о ты можешь просто камеру навести на свои руки анакулатуре чтобы видел как руки пире вагоны вести у него этой в качестве веб-камеры просто телефон навести на на руки на твои ладно смотри пишем ты же сама пишешь действие второе тяже все по действиям разбита и кровно у меня что делаешь объясняю что делаешь вставляем значение к и точки а то есть и грек у нас равен двум нет и крайне игр равно написано же сначала посадка потом точке а и к равно давай мы сначала не дать значение к правильно потом уж точку а даже поставить выравнение согласно хорошо да правильно в действия каждой разбиваем это будет у нас 21 и будет 22 пункт давай 3x плюс б где бы это что такое точка посещения прямой с оси или правильно если бы у нас будет минус 2 где будет точка посещения по игре куку 3x минус 2 я говорю где есть если бы будет минус 2 где вы точки посещения по игре куку как в минус 2 будет точка посещения то есть . пересечения напишешь в минус 2 по игре куку вот б она равна минус 2 значит минус 2 будет . минус 2 значит будет и дальше когда вы здесь приходит минус 2 вот он будет со смещённого тебя вот так вот все минус 2 эти точки посещения будет графиком если бы быть двум равен что будет 22 значит игре будет здесь пойдет график вот хорошо давай сосредоточишься пишем дальше активнее две руки на клавиатуры 2 я вижу что-то одну руку не чем немножко начнет немножко меня зачем делать поможет потому что у тебя есть текст тень обязательно мышка рисовать есть текст бокс и ты текст боксе пишу равни зачем ты вот пишешь это брови этой какого я не пивая зачем-то пишешь с помощью этой мышки с нами я понимаю давай ты привыкла давай 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 это буду рисовать фигуре быстренько даже поставляем точки а или квадрат двум x он строим праведным и чуду 2 хорошо решать действия уравнение эти действия пишем и лучше писать это не ручка когда сейчас делаешь ты ну то есть не тишу этим не тема хорошо слушай я уже скоро ты делал залипание клавиш ты просто нашим залипание клавиш до чего не надо залипание клавиш для задачи можно с помощью залипание клавиш там сделать ну короче зависимость того что настроено под залипание клавиш допустим можно сделать чтобы можно было мышкой двери с помощью клавиатуры и так далее то есть мощь и мышка у людей же не у всех есть мышка кто-то двигает мыши с помощью клавиатуры вот и так далее но как вот так это работает да ну ты залипание разные разные ходки какие внутри зависимость того что за бинди на там есть экраны его по разным зала на залипань здесь того что там на забейте что на залипание смотри далее это паров у жала на это что решение линейного уравнение нахождение точки причине прямой с оси и вник смотри нам нужно что сделать нам нужно писать следующее пишем находим б при действии находим б 3 действия находим бы и прям пишешь эти действия находим б вообще залипание используется для людей с ограниченными возможностями которые там не просто нажать допустим одовременно несколько клавиш вот и поэтому используя липание такова аж как бы залипла но также можно и залипание перебендить на другую возму другую штуку хорошо так что касается что касается мои покупки стилуса до купил стил но я думаю купить себе для графического пошло ну короче купить это называется графический планшет да да я пока еще не клянчу но мне это нужно для я все мышки пишу но мне пора уже писать я либо себе доску гигантскую куплю как это дело раньше да и как сказать но понимаешь да и будут короче на всю комнату будет выходить доски буду и писать мелом как это делал раньше либо куплю себе графический блашет но насчет соответственно ну короче дешевле купить графический блашет как ты потом доску пойдешь продам зачем не с собой ты шутишь а я не подумал не знаю ну почему бы и нет находим бы не подумал что ну пишем 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 быстрее быстрее время должен быть уже решен полностью находим бы нечего до бы расстанавливается минус 1 совершенно верно что это действие оставляем вы выравнение оставляем выравнение а и 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 все да и мы пишем тогда ответ на проверку будем что делать ты проходит ли она через точку что ли 1 2 да и если мы подставим ой я к написал к написала такая такая хорошо аааа так вот к чему мы все свелито с тобой к мы с тобой это все свели к уравнению да ну по сути там это все можно проверять еще можно можно угол написать, то есть можно написать проверку, можем написать, то есть подставляем координатный точек выравнения, получаем с тобой условия выполняются или не выполняются, принять же этой точке, можно написать, что, где пересечение происходит у тебя, где у тебя пересечение происходит? Минус 1. С осью у, где пересечение вообще происходит, в какой точке с осью у? Ты можешь нарисовать вообще эту прямую? Ну, нарисуй на графике, чтобы... То есть перед тем, как мы начнем проверять еще что-то, давай мы хотя бы нарисуем эту прямую. Согласна? Да. Хорошо. Здесь 1, 1, 2, 2. Ну да, типа, пересекается, нужно проверить, ну, проверить. Можно нарисовать хотя бы нарисую, хотя бы эту прямую, потому что написать там и написали, надо нарисовать. Это все прекрасно, что вы написали, да? Да. А сейчас здесь проверить можно, чтобы левая часть была равноправая, и туда, типа, пересекается? Сейчас. Да. Сейчас нарисуй, пожалуйста, вот мне прямой. Просто нарисуй мне. Вот это вот, графически все, покажи. Нет, мы таблицу строим x, y. Давай, по классике, таблицу строим x, y. Делаешь... Подставляю в эту самую x. Ну, то есть, скорее всего, я уверен, что у нас прямая пройдет через какие точки? Да, через какие точки у нас прямая пройдет, точка, смещение где у нас будет? Ну, я уверен, что у нас прямая пройдет через... У тебя по итогу уровней какое получилось, какого вида? Линейно. 3x равно... 3x минус 1, значит, у тебя будет минус 1, по-любому. По-любому, правильно? Значит, это будет через... Отвязательно 4, там где-то... В третьем, может быть, может быть. Значит, у тебя по-любому здесь будет внизу смещена прямая. Быстрее, быстрее рисуем. Время, время. Мы слишком долго занимались одной задачей. Очень долго. Мы должны были нарисовать уже давно эту прямую и уже с ней распрощаться. x1, да, y будет 2-м равен. Ага. 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 Потом... Давай 0 возьмем. Ага. 0 и 0. 0 и 0. 10 минус 1 будет. Ага. 0 и 0. Как мы с этой точкой отмещаем? И сечение точек у нас получится, да? x1. Это будет 2. Потом у тебя будет... x0, y у тебя будет минус 1. 0 и 0. У тебя будет минус 1. x0, у тебя у тебя минус 1. x0, у тебя у тебя минус 1. x1, у тебя минус 2. Так вот же. Как ты так отметил? Это криво. Как ты так отметил? Это криво. Это x0, y минус 1. Мы же с тобой договорились, что b это коэффициент смещения. Мы с тобой сказали, что b это коэффициент смещения. Сейчас по-любому она прямая пройдет через эту точку. Потому что это b коэффициент смещения же прямой. Значит сейчас по-любому пройдет через точку минус 1. Тут будет без вариантов вообще. Если b это коэффициент смещения прямой, правильно? Ты же сама написал, что точка посещения с осью o y. Какая точка посещения с осью o y? Это b, это минус 1. Правильно? Да. Ну вот, ты же сама это пишешь. Ну я... Значит у тебя по-любому играет, пройдет через эту точку. По-любому. Вообще никак. Ну то есть он не может идти через x0, он не может набрать. Потому что он пройдет. У меня... У меня походу может все. Отлично. Хорошо. То есть разбираем одну задачу почти час. Да. Отлично. Ну зато хорошо и прозабрали. Зато больше... Ну на запись уходит, чтобы понять. Мы можем вообще как-то проверить эту штуку или не можем? Ну блин... Ну подставить эти... Данные точки здесь. По сути мы... Я не знаю. Ты будешь в школе просить проверку? Это там же везде нас просит проверка. Везде в школе. Или не будут на школе просить проверку? Я не знаю. Я не знаю. 50-50? Давай... Ты не знаешь... А я знаю, потому что я в школе закончил. Да? Я и закончил. Да я не помню, что это было у нас уже. Поэтому... Смотри, поэтому... Давай-ка мы с тобой сейчас возьмем... И подпишем... Какое у нас? Что-то действие было, да? Да. Пятое действие какое у нас? А! Так ты написала график, а пятое действие ты не написала? Пятое. Пишем. Построим график. Пятое действие. Ответ. Ну нет. График может строить без действий. Просто график может строить без действий, если вообще не требуется построение графика. Желательно пишем. Ответ. Это же должно быть пятое действие. Ну то есть ты сделал все, поставил уравнение и потом написал пятое действие и ответ. Давай. Пишешь. Уравнение прямой двоеточие и пишешь его. уровне не прямо до уровня прямой 2 . и пишет какой-то получил сравнение то есть мы мы по действия разбиваем 1 2 3 4 5 5 10 ответ пишем уровне не прямой 2 . и какой получил сравнение прямой правильно если какое получилось уравнение у тебя получилось уравнение и века внутри 3x минус 1 ты же ты вывела же это уравнение вот здесь где-то на каком-то шаге на каком же него делаю начали счетом шаги ты вывел уравнение значит и даже написать в ответе его правильно ты же счетом только подставила бы уравнение правильно напишет по целям бы уравнение а в пятом действии тоже ничего не поставляешь я уже получил сравнение 4 действия ответ меня после программирования пробелы ставлю уравнение прямой хорошо линтернате включить нет хочу подробнее ответ двоеточие уравнение прямой двоеточие я не знаю что к ответу и . и гривит равно пресса что компьютер будет проверять эту работу он не поймешь что к ответу и . но он должен подробно покажем объяснить ему ты были должна ответу и . уровне прямой двоеточие и вот и такой вид у нас имеет да мы здесь почти не вмещаемся это неважно мы вместимся спросишь чё чё тексте писала что подвинул лишь пропал написал да не забывай пожалуйста скипать свайпать или как-то называется короче я уже я не в кондиции да сейчас короче вот так вот нормально так ну так и но принципе пряму так работаете остаток проверку сделать это можем на встречу слайдюши от проверку как раз у нас есть один слайд давай поехали ну давай пишем пишем что действие проверка что действие проверка я видел что ты сделал где-то на предыдущем действие но 2 равно думаете получилось где-то писала здесь меня ну да неважно здесь пишешь проверка что действие то есть мы с тобой нарисовали график 6 действиями проверяем естественно экзамен ты так все подробно писать не будешь понимаешь а хотя желательно писать все подробно то что меньше вопросов будет на устной части у тебя же потом быстро тур авторитур будет устная часть ну короче смотри сама если время есть ты прям быстро пишу ну то есть времени много пишешь подробно все желательно все подробно желательно таким образом ты покажешь для преподов что ты реально супер супер скилл у тебя оверскил давай пишем подставляем когда ты точки а12 выравнения пишем быстренько прям подробно прям пишем поставляем координаты . а12 выравнение блин не работают а отговорки не работают и опять английским пишут не прокатит реально 2 3 9 2 3 9 ты будешь этим одноклассником учиться ли кто там одноклассник той кто-то будет 9 друг друг она будешь количеством до скорейшем нету на этот старшим молчал то слышишь учиться в 3-дет и молчит и молчит какой молодец тихо 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 на ощупь поступить а мне тогда это нечего не занималась не будем вот это понятно давайте конечно давай 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 проверка салям координаты точки а 12 выравнения двоеточие со координат точки а12 выравнения двоеточие я по короче за мы можем столько вел показать на собесе 239 это будет отлично тебе нужно до эксперта защитка был договорились там там далеки тех нет надо это быстро это миша за неделю сделающие спрошу миш как он зовут алтока медалек он за неделю это сделал он получил эксперта за неделю меньше даже чем за неделю за пина из к день кучу за несколько дней получил он за то ли за 3 3 4 дня получил спирта вот давай быстренько умеешь и спросишь хорошо а блин мы с тобой сейчас пойдем на перерыв и потом вторую на втором уже второй части на 15 раньше закончим будем столько его делать эксперт чтобы у тебя 29 скажем так значит быстро напишу когда писать и мне пишу начали просто самоуравнение да тоже поставляю пишешь ну можешь прям сразу же до подставляешь ты же пишешь подставляем в координат значит уже здесь поставляешь координаты что с двойками слушая планшета не так уж и дорого стоит на вообще в целом поэтому поэтому можно рассмотреть планшет что даже до этого и не думала будет ну пора прости как говорится все вот хорошо так что я тебе хочу сказать я хочу сказать следующее 2 равно дум что значит я не понимаю уравнение прямой свой коэффициентом 3 проходит через точку а не подставила удачи стер и подставила вот сейчас мы подставили все не ладно это важно да вот в участках остались выравнение мы получили уравнение прямой вида какого и крым внутри x и века внутри x минус один повторим и получили уравнение прямой вида кучу не уравнение прямой вида к равно 3x минус 1 да мы получили уравнение прямой такого вида правильно микро внутри из минус 1 мы же раза можем проучить ранее прямой разного виды надо это сказать какой вида ты получил ранее прямой и как равно 3x минус Ну и берешь, поставляешь, получается, вместо 30 ты пишешь тинечку, вместо Y ты получаешь, поставляешь двоечку. Ну вот и все. И пишешь дальше что? Получаем 2 равно 2. Пишем внизу большими буквами. Уравнение верно. Ты писала такое в школе? Писала. Ты писала слово уравнение верно, я уверен в этом. Словосочетание. Ты писала такое в школе? Да. Писала уравнение верно, точка. И после чего, после того, как ты уравнение верно делала, на самом деле, процедура, короче, рисование графика происходит после того, как у тебя написано уравнение верно, на самом деле, между нами только. То есть рисовать график, который должен был после того, как ты уравнение делал уравнение. Почему ты должна рисовать график после того, как ты делал уравнение? Ну, что-то как мы рисуем график по задаче, если она, ну... Не проверено. Ну, да, не проверено, и эти точки не являются точками этого графика. Ну вот, поэтому рисовать график нужно после уже слово уравнение верно. Поэтому давай-ка мы еще раз вот здесь нарисуем. Оттуда его сотрюк. Потому что... Потому что уже руку набивать, правильно? Что у тебя что с графиком, какие-то моменты есть? Какие-то моменты есть там? Без комментариев. Что-то там у нас есть. Так, подставляем B-уравнение. Что-то есть, какая-то еще? Буквка уйти. Ты должна мне график рисовать прям красиво. Рядом, где линия графика, именно где функция, должна наверху написать. Сейчас мы с тобой нарисуем красиво график вообще, что за... Потому что, по крайней мере, мне это не нравится. График мне тут не нравится. Так. Пишем. Пишем, пишем, пишем. Joe, Joe. Make Joe. 1, 2. Единичный отрезок отметили? Отметили единичный отрезок. 1, 2. Точка пересечения графиком где? Всегда 0. 0 обычно... Вот он. О, Игорь, да, 1, что-то 0, Игорь, хорошо. Хорошо, далее. Отметили. Обычно отмечаем, наверное, где-то, на самом деле, где-то здесь мы сюда отмечали, но можно и там, ничего страшного. Здесь график пойдет. Так, здесь график пойдет, да? Да, у тебя какой-то там график такой идти, но ладно. Он функция. Ладно. Ладно. Ну да, рисовали в последний раз. Не знаю, наверное, в том классе-то было еще. В каком? В седьмом. В седьмом вы уже линейные функции рисовали? Вот с физмат, что ли? Это шутка. Ясно. Ясно. Давай, то есть... Вот теперь уже все сходится. Седьмая часть пишем, седьмая часть. Седьмая часть. Дальше помогай мне, дописывай. Ну как, седьмой пункт дописываем. Это там все. Седьмой пункт в отличие график. Что есть? График используется по сравнению, верно, это понятно. Это для себя пометку какую-то сделал, видимо. Это где-то здесь мы с тобой. Нарисуем. Не надо это писать, потому что у нас седьмой пункт уже есть. Ну я для себя отметил. Ну вот же мы что-то пункт делаем. А, все, нет, ты там просто не тестер, я только сейчас увидела, что тестер тут. Давай-давай, седьмой пункт. Мы и так это все пишем по алгоритму. Седьмой пункт у нас рисуем график, пишем график двоеточие. Время, время. Пишем седьмой пункт, график двоеточие. Все. Ага. Где только это привезти? Ага. Сколько нужно точек, чтобы нарисовать прямую? Две. Две, да? Да. И все. Ну вот, хорошо, а если у тебя будет коэффициент смещения минус 3, что будет? B минус 3, как прямая пойдет? Ну, в Y будет минус 3. Ну, то есть через минус 3 будет проходить вторая точка. Да, можно написать восьмое действие, раз пошла такая пьянка. Давай, восьмое действие. Я, если ты, конечно, будешь меня на экзамене делать, уровень прямой, это столько времени. Тебе нужно будет вот так. Ну, что первые делаем. Правильно, 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 совершенно верно, согласен полностью с тобой, полностью. Поэтому, чтобы дома, вот дома сидишь и на ночь открываешь, как это делаю я, да, на ночь смотрю какие-то книги, там, читая, там, до 5 утра, да, то есть, смотри. Пишем, восьмой вывод. Просто сидишь и на ночь смотришь с папой, разбираешь уровень прямой, хорошо? Все действия. Папа берет твой конспект в руки и смотрит действия, а ты говоришь наизусть. Ты говоришь, первое действие, там, вот это делаем. И даже вообще это ужасно в голове у тебя должно всегда прокручиваться. Ты должна на бумаге писать, как супермен, просто написать, как супервумен, просто, да. Почему супермен, супервумен, даже написать, там, 1, 2, 3, 4, 5, просто, ну, тут, 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 тут. Вывод, 8, двоеточие. Вот. Это исчеркала, еще просто уже доказательство, напишем, вывод, двоеточие. Это исчеркала, что вот, вывод, двоеточие, восьмое. Восьмое, вывод, двоеточие, пишем, ты написал. Ну, не ты стала, я не вижу ничего, где. потому что я не убрала давай 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 выводу и . поехали уравнение прямой с угловым коэффициентом пока с какой глупоэффициенту прямой получился получился был коэффициент минус один нет сколько градусов у тебя на 3 3 3 3 3 хорошо вот вот это какой угол примерно если начертить наш дьявольский круг кого-то будет градусов 90 90 здесь ну короче 30 потому что у тебя коэффициент 3 центре значит есть градусов ну плюс-минус там плюс-минус короче неважно сколько градусов тебе важно что углы коэффициент 3 давай пишем уровне прямой с угловым коэффициентом 3 важно написать что уровне прямой с угловым коэффициентом 3 я получился к углу коэффициентом 3 пустыкает 3 проходящие и проходящий через точку а указываешь какой приходящий с точку а это вывод здесь и точку а 12 и кровно 3x 3x минус один и все приходящий через точку а на самом деле конечно же там не 30 градусов у нас получится если коэффициент угловой будет 3 будет где-то если по графику где-то где-то 70 градусов получится и смотри ну где-то 7 сюда если 30 это где-то здесь вот здесь 45 уже до градусов вот где-то здесь 170 градусов но это на ну слушай градусов вычислять это нам точно нужно но просто кстати а какая функция нам покажет градусы а я правильно понимаю подожди 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 а я правильно понимаю что но хорошо ты кладешь число 3 этаж коэффициент правильно угловой есть положите внутри чтобы она те вернула угол что сказала же косинус до молодец точнее нам нужно не арко косинус арктангенс почему оттангенс сообщил потому что так угла коэффициент касательный фух какой касательный мы ещё про зоны изучаем угловый коэффициент прямой уголь в кофе со 3de который Parceky богин мы же потом будем что прямой прикладывать производный и это будет как раз угловой коэффициенты касательный прямый и превратится в касательную просто на словах адак вот к чему я я к тому что дай ковеста на перед и закончена эту тему то стему очень интересно уходим на производной потихонечку уже даже с тобой ура а кстати мы начали тригонометрия началась вчера отличными отлично что тоже быстро тригонометрия поздравляю давай немножко что поговорим про коэффициент наклона и вообще чем это едят постараемся это сделать постепенно смотри у нас есть угол угол наклона прямой вот у нас угол 3 коэффициент наклона прямой да какой там был примерно соответственно надо понять что такое вообще коэффициент наклона какая она связь между углом коэффициентом и угол наклона у нас есть понятие углы коэффициент касательный да это к кайт углы коэффициент касателям это знаю стоит правильно что такое угол наклона какая взаимосвязь между углом коэффициентом касательный вот между цифркой 3 как взаимосвязь с углом наклона самим альфа нам нужно связь с тобой сделать какую-то правильно вот коэффициент влияет на угол наклона самокасательный он его будет нам нужно будет с тобой показать как просто показываем связь но поехали я думаю туда вместо хватит восьмой пункт давай мы с тобой вместимся попробую вместиться так здесь доходом может справа и там описать можем здесь того просто скипнуться вот так просто скипнемся с тобой да мне все красиво все у нас очень много места водилось там справа мы поехали давай далее напиши как бы не знаю как вы напишем типа но это вообще сейчас мы будем разбирать углы угол наклона прямой но это уже как идет вообще как оверскил понимаешь да напишу как как сказать дополнительной информации как это или получается доп как доп доп инфа но это сразу могу отвечать что это доп инфа никак не что то есть не входит это получается в общий курс обучения вообще но неважно у тебя все входит поехали что такое доп инфа то есть мы с тобой изучаем получается угол наклона прямой далее угловой коэффициент строится на спасающий образом то есть углы коэффициенту за равнине y внутри x 3x минус один углы коэффициент это у нас к углу концерты 1 слоем трем даю сейчас мы с тобой выставим взаимосвязи между угловым коэффициентом и углом наклона самой касательной угловой коэффициент тоже не есть угол наклона касательный правильно это все решил у коэффициент а какой углу наклона касатель мы не знаю там вся драться всеми градусов вообще неизвестно но вот если мы нарисуем дьявольский круг наш мы поймем что это по-любому где-то больше чем 50 градусов если 45 45 градусов это получается половинка нашего получается чит у нас и четверть перечистора и так далее и вот половинка четверти это есть только градусов это понятно да я четверть у нас ну то есть сайта 90 градусов это тоже понятно то есть половинка это будет 45 это где-то в 1045 это половинка а значит там нужно идти туда больше вот значит раз мы идем выше чем только градусов значит он где-то будет уже градусов 70 окей вот и прямо прям раз туда попадем то есть грязь 70 получится вот хорошо но это не все мы говорим что давай установим взаимосвязь между углом коэффициентом углом наклона это второе уже действие установка коэффициентом устой коэффициент вычислили у нас с тобой как центр n3 у нас к равно 3 потом мы должны построить свою связь между углом коэффициентом углов наклона то есть углы коэффициент к прямой связан с углом наклона альфа следующим образом да мы с тобой покажем это что пиши и мы с тобой закроем тему уравнение уравнение прямой полностью от от и до давай пишем пишем углу коэффициент к прямой сердце углом наклона альфа следующим образом и пишем каким он связан угол коэффициент к прямой блок коэффициент к прямой связан с углом наклона альфа наклона альфа альфа не знак напишу с альфа до следующим образом вы . следующим образом пишем как он связан вообще насколько он вообще влияет на то есть угол наклона прямой хорошо угол коэффициент к прямой но здесь на самом деле лучше сделать хотя бы так с углом до следующим образом что такое вообще тангенс какой-то наши а блин начали только начали это короче тангенс это отношение противолежащего угла к прилежащему отношение противолежащего у нас ближайших треугольники треугольник пришли здесь углы тангенсу альфа давай мы запишем что то что у нас угол коэффициент к прямо связан с углом наклона альфа все еще образом где тангенс к к равно тангенсу альфа пишем к равно тангенсу альфа это взаимосвязь это же функция правильно функция зависимость согласна у нас зависимость давай пишем тангенс тангенс на синус на косинус да молодец умничка надо смотри да тангенс отношения синус на косинус да но в рамках именно геометрии мы объясняем прямо что значит значит противолежащий на прилежащий а так ты молодец за тангенс отношения синус на косинус давай пишем после 2 . пишем к равно тангенс альфа написала не вижу не вижу я тангенс альфа нет кайта переменная кайта коэффициент наклона чем ты это делаешь кайта же переменная без скобочек ну да это переменная же тангенс альфа надеюсь альфа ты понимаешь альфа то есть там нет буковка а это угол будет понимаем давай может мне опять пометить шибет когда-нибудь не знаю себе я напишу что это альф да а это альфа любит хорошо это мне уже нравится а может с тобой из тангенс альфа вывести к можем из тангенс альфа вывести можем что-то вывести можем с тобой ну конечно это равно сильно это то же самое что тангенс с угла равен к мы можем с тобой с тангенс угла тоже к выводить не проблема к только не русская к пока это английская к хорошо и так не прямой мы же вроде прямой использовки буковки то точно не кириллиса заметил вообще для простые меня иногда на английский забываю потом обратно и пишу или чтобы математик используем не кириллиса да ибо греческий либо один латинский и греческий нет лучше будет латинским то что под латинском языке на латинском языке это общая группа ты выделяешь какую-то подгруппу нам нужно брать общую группу нам нужно в деле под группу теперь что пора заниматься взрослыми вещами вот написали что тангенс альфа равно к корму тангенс альфа то есть но нам что важно то сейчас давай я напишу что это это следствие напишу что это следствие да у точнее это это равносильная короче вот я здесь просто девочку поставлю девочку поставлю просто напишу что верхняя мысль выводили к равно к равно тангенс угла альфа а нижней это не так ну то есть не это не важно но самое важно что к равно тангенс угла альфа окей далее следующий момент теперь мы с тобой поймем что тангенс это что пишем тангенс тангенс это синус на косинус иначе говоря это отношение противолежащего катета к прилежащему катету прямоугольном треугольнике тангенс это accident на косинус иначе говоря так нет до данных данных тангенс здесь объясню что тангенс это отношения противолежащего катета к прилежащему катета в прямоугольном треугольнике следящее действие тангется это отношение противолежащего катета прележащем катету уголь треугольника подожди к такой сказать что мы можем треугольник построить смотри реально и потом на основании этого прямоугольника мы можем с тобой приборе треугольника угол высчитать треугольник приборе треугольник построили и теперь можно ставить на основании этого сделать все угол да аж так хорошо а здесь противолежащая катета то где здесь прямоугольник и где противолежащий катет отмечать другим цветом этот же а ой нет стоим и мы этот угол берем этот противолежащий угол где у нас противолежащий катет точнее что я говорю мы же этот угол берем до стороны значит вот это будет да у нас это у нас будет противолежащий молодец откатывай назад это противолежащий катет противолежащих на его как-нибудь обзовем хочешь как-нибудь обзовем его прежде будет м м н н и высажу потом это напишем м н буковка n будет у нас здесь будет нас выпавка м наверху лежащий нас будет допустим к н а нет лучше лучше ведем понятия драма всем л л н л н лучше ведем понятия л.н. давай мы ведем понятие л.н. ну давай поехали пишем тангенс тангенс угла тангенс тангенс альфа тангенс угла это отношение противолежащий катет к при лежащему катету противолежащий катет к при лежащему катету при угольном треугольнике машине в треугольнике на треугольники писать прямоугольные треугольники до отношения 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 противолежащего катета отношение противолежащий катета при лежащий катет к при лежащему катету тангенс альфа это отношение противолежащего катета при лежащему катету пиши лишь катета прямоугольном треугольнике пишем и Ага. Умничка. Противолежащий катет к прилежащему. Ну, либо пиши, либо синус на косинус. То есть отношения, ну, то есть виды, соответственно. Ну, пишем, какие вообще-то стороны у нас получить. Противолежащий у нас будет mn на ln. Либо синус на косинус. Обязательно нужно это написать. Гипотенуза, кстати, где здесь гипотенуза? ЛМ. Да, ЛМ гипотенуза. Ага. Терема Пифагора, о чем гласит? Подальше гипотенуза, 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 гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Да, хорошо, правильно говоришь. Так, а моя теорема, о чем говорит? О том, что не будешь делать домашку, будете двойки ставить. Нет. Да ладно. Что такое секанс? Скорее, если ты не знаешь. Где секанс? Все концы отношений гипотенуза. Ну ладно, я думаю, что это продлежащие качества сложно. Ты же только входишь в... Нет, нормально. хорошо смотри отношения пролежащего к прилежащему м н кл н прямой трёгольники либо пишешь либо ginos на кольца нас обязательно либо из нас на косинус обязательно пишет да то есть пишем на лн это даже написать так вот обязательно либо синус на кольца нас это 2 форму должна у тебя должна быть что одна форма по другой должна быть это все засунуло можно доказать надо что ничего засовывать нужно нужно формулу против лежать к прилежащему это все понятно да но это нужно это должна написать тангенс альфа равно mn к ln даже написать это вторая формула уже тангенс альфа синус альфа на косинус альфа вторая уже формула это формула это у нас идет тангенс альфа эти стороны наши так получается противолежащий к прилежащему да мн к лн тангенс альфа равен отношению тяжащих качеств прилежащему это угол наклона нас будет чем сам вот и все что дальше что дальше скажем таблицу тангенсов естественно ты еще не знаешь основе гонометрические тоже скорее всего тоже не знаешь синус квадрата плюс синуса плюс квадрат косинуса равен одному да молодец супер что-то знаешь отлично еще это не узнала и катангенс стеск ты можешь вывести правильно то там не знаю даже катангенс тоже сможешь правильно а тангенс умножь на катанги что получится какая величина какая получится сколько единиц там сможет на катангенс цифры цифры один да почему ну вот и по сути все отчетом вот и все изи пизи да так а теперь давай-ка мысто посерьезнее поговорим вообще что такое синус отношение ложной стороны против лежащего и потянуть будем конспектировать давай давай заканспектируем с тобой все на место хватит это успела тоже пройти непонятно в школе было вчера у нас делаешь там очень надо днущий угол посчитать нет где точно не надо сейчас нам нужно же еще показать если к угол бака больше нуля то что угол острый камень что ли она наш угол тупой скором 0 прямая параллельного силы x нам же все нужно написать еще нет это как раз местечко мне для этого так ты должна не так ты должна писать текстом пишем отношения просто вкратце сокращай мы вместимся я верю в этом мы вместимся прям влезем прям четко должны вылезть туда синус а синус а боясь м nep 深 Cass People sava машине противо Противолежащая гипотенузия. В данном случае противолежащая гипотенузия. Катит, где потенузия. Сейчас МНЕ. МНЕ, да, ты же в тангете писал форму. Пишешь косинус, теперь дальше туда дописываем. Туда, прям туда дописываем, прям косинус. Туже. Туже дописываем. Сейчас косинус. Синус угла А, Фа. Синус угла. Отношение. Отношение прилежащего к гипотенузии. Да. Находится я в скулом, да. Молодец. Ну как, геометрия вроде не так уж и больно, да? Да. Меня вообще с нетерпением ждала вот этих косинусов в синусах. Ненавижу. Где цифры, цифры где, какие формулы, цифры, числа. Какие, какая геометрия? Что? Мне нужны цифры. Навижу. Как бы сразу же мозг переключается, когда у меня началась геометрия. Хотя я сдал и неплохо, я на 5 вроде сдал и даже когда-то. Но все равно. Как-то мне не нравится. Мне почему-то не знаю, ментально в армии это не нравится. Мне тоже. Ну, влагеблета... Да, но уже просто считаешь и все, и здесь надо. Ладно, секенс мы пока еще не будем обсуждать формулу. Но, возможно, в школе ты это узнаешь. О, спроси у своей математической, что такое секенс. Что за отношения? В тригонометрии секенс. Спроси у математической, что такое секенс. Кажется, интересно будет меня... Ну, после этого просто смотреть очень странно. Как? Ладно, тогда спроси сначала у папы. А потом в эти батички. Хорошо. Не страшно. Но... Сначала добавь ключевое слово в тригонометрии. Разные математической области есть, поэтому лучше скажи тригонометрии. Что такое секенс в тригонометрии? Да. Отлично. Ну, слово очень созвучное, поэтому... Да. Далее. Теперь поговорим с тобой про то, зачем вообще мы все это делали сейчас, да? Ну, поехали дальше. Вот мы показали отношения наши, да? Это... То есть форму вывели, тангенс вывели. Противорежащий, приезжающий показали. Теперь пора искать угол. Дальше. Нахождение угла. Мы с тобой связь показали? К. Коэффициент равен тангенс угла наклона. Тангенс. Тангенс угла наклона. Мы это показали взаимосвязь, что К равно тангенс. Окей. Что дальше? Ну, тангенс там возвращает, что? Тангенс, что нам возвращает? Число. Число. А нам-то нужен угол? Арктангенс. Да, нам нужен, да, совершенно верно, арктангенс. Да. Нам-то нужен угол. Число нам неинтересно. Далее. То есть ты кладешь, получается, в тангенс что? Кто-то положит в тангенс. Ничего не положишь. Ты угла-то не знаешь еще? Да. Ничего никто не положишь. Ты должна сначала взять арктангенс, от него получить угол, и если захочешь, положить его в тангенс, чтобы получить число обратно. Но зачем тебе это делать, если задачи такой не было? Пишем. Нахождение угла наклона. Используй все арктангенс как обратную функцию к тангенсу. На основании ее мы выводим угол. Пишешь? Пишешь? Находение угла. Следующее действие. Находим угол. Сейчас. А-а-а! Так нормально же все. Куда ты у меня? Все же хорошо. Здесь в правую часть мы можем как-то писать синус на косинус, а справа здесь можно писать. Ладно. нахождение угла. Нахождение угла. Стоя угла. Нахождение угла наклона. Находение угла наклона. Нам используем арктангенс, чтобы найти у нас угол. Пишем альфа равен арктангенс от трех. это можно питание вычислять на телефоне нет нет может поставить тебя будете ли вы на телефоне питончик может там если что всякие формула не знаю вообще вы выше курята есть у нас ректангенс сейчас нам нужно таблица написала это умение наклона 3 что 3 предотношение что напишем они октангенс от 3 альпа равно октангенс от 3 естественно извести ты не знаешь почему-то в районах танец от 3 это только одному богу известно если вообще не понятно кто наизусть знает все эти арктангенс переманная только знает наизусть смотрели у нас есть что такое там без обратное отношение то есть то есть это вообще останется обратно функциях тангенс у тангенс у нас это короче смотри тебе нужно просто зайти у нас есть таблицы ну короче легче всего это очень спать не вычислять да как смысле как смысле как когда так в парен ты берешь на телефончике пишешь арктангенс от 3 у тебя вычисляет с помощью библиотеки нампи или есть по таблице брадиса таблица брадиса помнишь такое дьявольская таблица брадиса нет нет у тебя школьника не было ну даже не знаю наверное нет хорошо к чему к чему к чему веду к тому что тебе легче всего написать соответ зайти просто в google по зайти в google и написать таблица арктангенсов значение обратных тригонометических функций то есть и таблица тангенсов хотя будет листы оттангенс допустим от трех но естественно от трех там все не будет в таблице арктангенс это будет максимум скорее всего до единицы то есть у тебя там будет что-то типа допустим у тебя будет пина 4 то есть ты кладешь в актангенс единичку тебя пусть и ты на 4 да но тебе это нужно пина 4 умножить на 3 пина 4 то сколько градусов тебе нужно тебе нужно получается пина 4 это в радианах мы работаем с тобой правильно да и на 4 сколько в градусах пинаты это 45 до так пинатри это 60 пинатрина пинатрина 60 это пинатрия 45 45 это же пина 4 и это 180 и на 290 до 60 и на 6 сколько будет пина 6 как ночью просто пинатрина сколько получится 180 на 6 где пита 180 градусов вот и дели пита 180 делишь стоять за 6 сколько получать градусов 30 быстро в голове работает получается 84 все же вроде математика же логично наука вот и все пина 6 получается 30 пина 4 получается 25 пинатри получать 60 и на 290 пи 183 пина 2 270 2 пи 200 360 просто 2 пи умножаем два раза на стоять и все ну что дальше хочу тебе рассказать то давай дальше считать 45 градусов получили мы с тобой это у нас просто пина 4 45 градусов это это получается арктангенс тангенс единицы тангенс единицы это 45 правильно арктангенс это обратная функция но мы-то с тобой угол еще не знаем мы знаем что мы-то знаем с тобой тангенс чему равен то есть у нас коэффициент наклона 3 это же тангенс угла правильно это 33 это же пока по тангенсу это же не 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 угол это пока число еще правильно 3 ку-ку тангенс угла равна 3 вот это тангенс угла равна трем пока что еще там и зуба на трём правильно что это коэффициент наш наклона 33 но мы 3 в таблице у нас нету в классических таблиц у нас есть тангенс 1 классическая таблица тангенс равно равно пин и 4 пина 4 умножаешь на 3 сколько получается здесь сложно 3 пи на 4 короче вот смотри там на сами там другая взаимосвязь короче смотри у нас есть легче всего просто использовать питон для вычисления арктангеса но можно еще покопаться в таблице найти арктангеса 3 вот можно покопаться в таблице аркангеса 3 и ты получишь приблизительно приблизить ты получил если положишь короче 7 градусов получишь приблизительно то есть у тебя угол ты написала я не вижу то что ты пишешь конспект ты должна писать альфа равно аркангеса 3 время время быстренько пишем альфа равно аркангеса 3 мы чтобы угол находим где третье действие вообще последствия действия где нахождение угла мы для чего вообще это делаем для того чтобы найти угол самая важная часть обучения наш день угла альфа равно арктангеса 3 альфа это переменная альфа это переменная ну и внизу пишешь альфа приблизительно равно 73 градус то есть угол наклона тебя будет примерно 70 градус приблизительно приблизительно да ну вот круто он без на питоне все что сможешь вычислить в нампе библиотеке арктангес сможешь но питание чатик напишешь ну может получил давай арктангес слушает дака это хоть знаешь какая у нас какой метод отвечает за октангес нампе вызываем но это мы называем чтобы график делать нампе нам с званым питание вот так посчитаешь это не так посчитаешь на как танк 100 и все считается не будем проверять а те в идеале кстати слышишь не в идеале реально поставить питание питона на телефон или хотя бы google коллабе и в google коллабе просто с помощью вот этой вот с помощью этой магии питоновской можешь вычитать все что хочешь вообще круто очень так но мы еще не все написали согласно что мы не все написали спаси последний штрих готова к нему давай дописываем с тобой обязательно дописываем угол наклона прямой измерять в градусах или радианах это понятно если у нас к больше нуля если у нас к больше нуля то угол наклона острый если к больше нуля быстрее заслужить их последний пишем к больше на угол острый конечно ли угол тупой прямая параллельно оси у x все . больше 0 угол острый конечно ли угол тупой больше 0 угол логично так к больше нуля угол острый конечно ли угол тупой к равной нулю то прямая параллельно силу x встречается нечасто повторяю еще раз слух сейчас я про к если корону нулю то прямой параллельно силу x x время чутка вообще полностью разобрали досконально и прямой все моменты обсудили вообще все что можно даже угол наклона нашли представляешь что мы сделали я не представляю мы чисто в таймге уложились ты это как вообще возможно это тандем преподаватели и студентки до ученицы просто тандем случилось не знаю что случилось ты просто поняла математику вот это случилось я ты не про это сделала что не все стерлась но это не самое лучше нормально хорошо но что ты мне расскажешь вообще как те урок классно я очень люблю эти косинусы-синус глубокое положение математику акте мне нравится хорошо так но по сути по сути вот и все по сути все мы с тобой получили то что мы хотели ну ладно что эти хочу сказать отличная работа good job так что вот так вот хорошо в следующем уроке мы с тобой как раз уже думаю обсудим с тобой что чтобы следующем уроке обсудим говорила что скоро будет система нужно обсудить модульные уровни модульные функции вот мы с тобой здесь получили актангис нам что вернет то авто на вернут родианы правильно актангис наверно продиана ты согласна ку-ку обещай что питоне обещай что питоне это сделать что что мы еще сделаем уроки обещай договорились это очень тяжело будет угол найдешь питоне договорились строить график не 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 это самое и потож график заодно тогда ладно играть построен сделаешь питоне найдешь получается градусы питоне ты сделаешь а пока стоит график уже потом напишешь в чатик что ребята я написал я на питоне нашла градусы до угол наклона и я хочу построить график ленины функции договорились я построю и скину потому что на примере от прошлых смотри у нас есть разные соответственно мы можем с тобой получать из градусов радиан из радианов градусы октангис навернет что октангис навернет сейчас я постараюсь вместиться постараюсь сюда вместиться не переживай не переживай все хорошо не переживай а ты потом скопируешь и вставишься у тебя будет много больше и удобней быстрее то есть у нас от тангис наверно что это же импорт уберу то есть октангис нам вернет получается радианы сейчас напишу вернет радианы но один радиан и там не нужны согласно на инфиганам радиан это нужны нам радиан не нужны вот он наверно то радианы то есть 1.24 что должна сделать из радианами куклу нам октангис вернет радианы нам радиан не нужны что мы сделаем с тобой с радианами ну что ну градус это написал мы с тобой из радианы перейдем градусы с помощью чего . метода в питоне нп дегрис то написал до импидегрис совершенно верно то есть давай мы с тобой запишем это чуть выше даже то что эта штука сейчас ты брал не бы это уже должна знать наизусть ладно 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 хорошо договорились сейчас как как я написал уже забыл нам ps как нп ладно мы с тобой еще одна видео одновременный питом будем учить да ну а что делать пожалуйста что делать такова моя жизнь до жизнь преподавателем популяризатор науки смотри и так ну вот и все классно вместились даже прикинь импорт на песен пи с помощью нам пи от тангенс получаем радианы да и потом радианы передаем с тобой даже перемену садим арк да что перемена садим арк и напишем равно сейчас напишем арк равно посмотрим что получится арк равно нп сокращенно здесь уберем вот это все напишем нп . арк тангенс и здесь это все сместим сюда вот так вот ну вот и все пожалуйста и по и получается ты должна положить уже аркт туда вот в дегрис ты должна положить уже арк договорились то есть дегрис ты кладешь перемену арк и соответственно у тебя получается уже и там уже выводишь вот и все вот у тебя эта штука вернет радианы то есть 124 а среди антин и ты потом радианы перебрал преобразуешь уже в градусы дегрис и в ну и дегрис стоит ответ а если нужно будет призывание с градусов радианы написала как это делается с помощью метода радианс ну вот и все отлично вот теперь точно все круто все папой отработать вообще все вообще все отработать договорились включая нампи включая тоже отработать найти в нампи то что сейчас написал нужно будет найти в нампи этот угол и нарисовать это все короче сначала нужно угол найти вот угол найдешь в нампи это самое важное моя задача моя задача это чтобы ты с помощью нампи умело вы искать углы потому что когда в школе ты будешь на экзамене что-то будешь делать-то ты будешь таблицу братица использовать вас таблица братица вообще есть должно быть так быстро резюмируем полностью ты суешь 3 и передаешь коэффициент 3 куда в арк тангенс или в арк тангенс потому что арк тангенс принимая число и возвращаем угол угол все супер